Апрель, Пасха, конечно! В Санкт-Петербурге наступила долгожданная весна. Но для многих это не только ожидаемое время года, но и празднование Великого Православного Праздника – Пасха. Но что это на самом деле? Давайте узнаем! Веселее! Этот праздник для нас вообще имеет очень большое значение. Мы воспитаны в многодетной семье и вообще как бы всегда ее отмечаем. Воскрешение! Какие традиции вы соблюдаете в этот праздник? Мои девички! Ночью мы идем на ночную службу, как бы куличи и яйца. До нее был Великий пост, которым запрещалось есть, не рекомендовалось есть многие блюда. Сходить в церковь, на ночную службу, причаститься. Конечно! В процессе опроса жителей города мы были приятно удивлены, что многие не только знают, но и соблюдают все традиции, связанные с Пасхой. Этот праздник имеет большую историю. Вероятно, вам будет интересно узнать, откуда он берет свое начало. Слово Пасха, оно идет от древнееврейского слова Песах, как переводится исход. Вообще праздник Пасхи – это центральный праздник христианской религии. Пост – это время воздержания от пищи, от пищи животного происхождения. Как раз смысл в том, что есть очень серьезное заблуждение к тому, что пост называл некоторое счета диетой. Это совершенно неправильно. Пост – это не время для детоксикации организма. Пост – это прежде всего отказ. Наша жертва Богу. Мы отказываемся от того, что мы очень любим. То есть, допустим, она приходит ко мне вегетарианцев и говорит, «Батюшка, там прекрасно постится». И тут уже, допустим, я говорю о том, что «Хорошо, вы и так не едите мясо, но что вы любите больше всего?» Человек говорит, допустим, нравится, что ему какое-то там пища растительного происхождения. Так вот, от того, что человек любит больше всего, он отказывается. В чем смысл, казалось бы? А смысл в том, что мы, прося у Бога какой-то милости, мы же все время что-то у Бога просим. А сами, получается, не готовы ничем пожертвовать. Но очень важно не забывать о том, чтобы форма не заменяла содержание. У нас, к сожалению, часто бывает, что люди, они приходят, яйца светят с куличами, а даже более того, сейчас у нас в супермаркетах продаются уже освященные, как сказать, и куличи, и яйца, и люди даже в храм не приходят. То есть, смысл праздника Пасхи не в том, чтобы скушать освященного кулича и красивых яичек, да? А смысл праздника Пасхи в том, чтобы сердце, очищенное покаянием, восприняло в молитве на радости праздник воскресения и спасителя. Казалось бы, просто дрожжевое тесто с изюмом. На самом деле, в рецептах старинной русской кухни насчитывается около 20 видов куличей. К концу подходит Великий пост, а это значит, что время печь куличи. Но как правильно приготовить это традиционное угощение? И какие еще есть праздничные блюда? Куличи могут быть с различной начинкой. Это могут быть изюм, могут быть орехи, могут быть ягоды. Ну, а по стандарту он, как и везде, одинаковый. У нас русская кухня, это могут быть всякие различные. Рыба запеченная, рыба там жареная, печеная утка, гуси, ну, это с русской тематики. Можно сделать колбаски. Также блины и сырники, всеми любимые.